Я бы сказал, что общественная экспертиза всего, что происходит в образовании, ни на секунду не прекращается. То, что мы ее затеяли здесь, это прекрасно, но она идет каждую секунду во всех социальных сетях. Всякий, кто понимает, где тусуются преподаватели университетские, учителя школьные, родители, может вот эта экспертиза хлебать любыми половниками. Ее очень много, всем на нее наплевать. Причем не обязательно в сетях. Вот была такая замечательная неделя в апреле, случилась. За одну неделю, вряд ли сговариваясь, два президента Российской Академии Наук, бывшие и нынешние, разными словами сказали о вредоносности стержня, происшедшего за последнее время сообразования, вот этого самого знаменитого ЕГЭ. Это ведь тоже общественная экспертиза своего рода. Она не оформлена никакими штампами, но она вполне себе общественная и вполне себе экспертиза. Это не дворники сказали, а два президента Академии Наук. Кто-нибудь это хотя бы заметил? Кому-нибудь это интересно? То есть главная проблема, которая будет стоять перед общественной экспертизой, которую, я надеюсь, здесь начнут и закончат, главная проблема будет в том, чтобы хоть кто-нибудь ей заинтересовался. Эта проблема очень трудно разрешаемая. И для того, чтобы она стала более разрешаемой, я бы предложил особое внимание при разработке тех заданий уделить экспертированию системы принятия решений в образовании. Потому что она уникально герметична. Вот я совершенно убежден, что карты размещения ядерных сил Российской Федерации закрыты гораздо менее, чем то, как принимаются решения в области образования. Тут справедливо было сказано про целеподобные эти самые утверждения. Где они рождаются? Кто их рождает? Как они обретают форму документов? Вот сейчас, благодаря неосторожной утечке из УС Ярослава Ивановича Кузьминова, публика примерно себе представляет, что делается на комиссии правительственной, которая дает новые полномочия по аккредитации высших учебных заведений. Кузьминов зря об этом рассказал. Промолчал бы никто, потому что все уже забыли, что весной была бумага «12 решений для нового образования», где все это было написано. Но все думали, что это ля-ля, просто бумага. Оказывается, это делается. Так вот, некая комиссия правительственная принимает решение о том, чтобы вузы разделить на три категории, чтобы вузы первой категории все перевели на онлайн-курсы с профессурой вузов первой категории, а вузы первой категории, ну и так далее. Детали. У этого, наверное, есть какие-то плюсы. Возможно, есть какие-то минусы. Минусы в общественных обсуждениях сформулированы исчерпывающе. Сформулировано их много. Наверное, есть плюсы. Кто это где обсуждает? Кузьминова пытали, ну почти с ножом. Назови хоть одну фамилию. Кто в этой рабочей комиссии, кто принимает эти решения? Кузьминов стоял как гранитный обелиск. Он не назвал ни одной фамилии. Я твердо уверен, что вот кому надо, все знают все имена главных конструкторов нашего вооружения. Главных конструкторов нашего образования не знает никто, ну кроме того же Кузьминов. Поэтому я бы очень просил внимательно рассмотреть, в том числе с точки зрения конфликта интересов. Потому что вот та процедура, новая, вероятная процедура аккредитации вузов, которая, вероятно, будет принята вот этой самой корпоративной комиссией, она имеет свои плюсы, вероятно, имеет свои минусы наверняка. И она несет прямую выгоду конкретно высшей школе экономики. Вот она прямо выгодна им. Это конфликт интересов очевидный. Кузьминов не должен ей заниматься. Ну вот просто не должен и все. Или он должен уйти из высшей школы экономики. Я буду счастлив. Спасибо большое. Спасибо. Я поделюсь с коллегами. И очень хорошо. У нас будет долго, что заниматься. Спасибо, я подумаю. Кроме того, я бы хотел заметить, что если мы всерьез с этим будем заниматься, я надеюсь, что мы всерьез с этим будем заниматься, то многие проблемы, которые там реально воздействуют на ход событий, они выходят за пределы даже полномочий этого нового трехглавого дракона. Там есть вещи, которые прямо сказываются на ходе событий и совершенно не им подчиняются. Тут справедливо говорено уже многими коллегами о том, что принципиально важен статус учителя. Когда говорят о нынешней школе, как о зоне социальной катастрофы, это, наверное, преувеличение. Но, в общем, статус учителя очень-очень низок, ниже плинтуса. Те же самые социальные сети забиты роликами, в которых всякие мерзавцы измываются над учителями видеороликами. Хорошо еще пока вроде не бьют, просто измываются. Бьют тоже, да, ну вот видите. Это не потому, что хулиганье, хотя хулиганье, не потому, что надо наказывать, хотя надо наказывать. Это потому, что все сделано для того, чтобы было так. Ведь нам сейчас справедливо говорят о том, что мы позабыли, надо больше, воспитательная роль школы, все правильно, надо. Но опыт человечества научил тех, кого можно научить, что единственным способом воспитания является личный пример. Школа, да, воспитывает. Воспитывает она прежде всего личным примером учителя. Личный пример учителя сегодня – это образ лузера. Учитель получает мало денег и абсолютно бесправен. Насчет мало денег. Вот тут говорят, что где-то повысили, где-то понизили, значит регионы выкручивали руки, чтобы выполнен президентский указ, как будто регион придумал президентский указ. Значит, дело вот в чем. Дело в том, что сприняты некоторые юридические решения, которые сделали возможным страшную дифференциацию доходов в учебных заведениях. Это не вопрос Минобра, это не вопрос Рособранадзора, это, например, вопрос Трудового кодекса. Вот, значит, вынули из школ, из университетов, вынули какие бы то ни было тарифные сетки, значит, оставили все это на волю коллектива, коллектив полностью подчинен администрации. Значит, таким образом бросили вопрос зарплатный в борьбу заведомо неравноправных сил. Заведомо неравноправных. Значит, вузы, особенно региональные, ну, не только региональные, столичные тоже. Они при Советском Союзе были феодальным царством. Сейчас они рабовладельческие. Потому что, ну, то, что делают ректора, ну, что хотят делают ректора. У кого есть совесть, у кого есть, у кого нет, у кого нет. Значит, таким образом, когда говорят о средней зарплате по школе, о средней зарплате по университету, это обычно просто грязная лу... То есть, альтематически это правда. Но, по сути, это ложь. Об этом вслух говорит уже министр Васильева, применительно к вузам пока. Но это везде так. Значит, администрация всячески вытягивает деньги из того, что называется зарплаты, в то, что называется фонд стимулирования. Из того, что она обязана дать педагогу, в то, что она может дать, а может не дать. И с каждым таким продвижением администрация все всевластнее, педагог все бесправнее. Вы серьезно полагаете, что ученики этого не знают? Вы серьезно полагаете, что ученики не видят, кто такой их учитель, как им его вытирают ноги? Сейчас вот профсоюз учитель есть такой в Москве, что распространил сведения, которые еще надо проверять. Я очень надеюсь, что они что-то преувеличили. Но якобы еще два года назад департамент образования московского главы, господин Коляной, учинили такую вещь, как облачный кадровый ресурс, не помню, как называют, что-то такое облачное кадровое. И теперь, значит, помимо того, что люди бумажки заполняют, при уходе с работы, при приходе на работу, они еще что-то там в облаках делают. И в облаках есть графа в этом самом реестре кадровом. Человек, администратор, директор, отпуская работника, ставят там «да» или «нет». Если там поставлено «да», этот человек получит работу в московском образовании. Если там поставлено «нет», он никогда больше не получит работы в московском образовании. При том, что это «нет» ставит абсолютно молча, по любому поводу, тот человек, который тебя отпускает, или выгоняет, или не знаю. Это прямо противоречит, прямо противоречит даже Трудовому кодексу. Но, тем не менее, говорят, это вполне работает. Если это не работает прямо, если действительно, если это какое-то преувеличение, господа из профсоюза учителя допустили, то это, конечно, работает косвенно. Так нельзя. Поэтому проблема статуса учителя должна анализироваться инструментально. Что именно принижает учителя? Что именно не дает ему вздохнуть? Вот перечисление, которое мы слышали от коллеги, обязанности учителя, оно ужасно, и я вам скажу, как сын учителя. Моя матушка покойная была словесницей. Жизнь у нее была далеко не сахарной. Но по сравнению с тем, что сегодня ее коллеги истерпят, ну, это сравнить невозможно. Это земля и небо. Больше того, тогда учитель присоветской власти, учитель и директор школы не были царями горы. Конечно, они были на очень скромных ступенях социальных лестниц. Но тогда директора школы можно было уволить. Если какой-то партийный начальник обижался, он его мог уволить. Но это было целое дело. Надо было найти, как, надо было это обставить. Сейчас директора школы можно уволить щелчком пальца. А уж, ну, дальше и так далее. Значит, мы должны, на мой взгляд, в нашей общественной экспертизе, указать очень точно и внятно, что именно можно сделать, а такие пункты есть довольно очевидные. Что именно можно сделать, это далеко не всегда образовательная нормативная база. Для того, чтобы учитель начал хоть немножко дышать. Ну, например, я бы предложил... Сергей Николаевич. Молчу. Все, все. Все, все, все. Все. Я только скажу одну последнюю фразу. Да, надо смотреть не назад, а вперед, но это должны говорить не те люди, которые отвечают за ошибки сзади. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!